Эта запись является видеоприложением сайта левбульдозер.ру Самое эффективное в медицине Пока кто-то подтягивается По ходу пьесы отвечу тут на пару вопросов, комментариев и так далее Смотрите Ну, да Была мадам, которая, значит, написала Что вот прям видеть пакетированный сок в моих руках Это прям вот для нее было, да, сильно удивительно Чуть ли не оскорбительно Ну, бывает, возможно, да Все это хозяйство Значит Но, хотелось бы, значит, остановиться на таком моментике Значит, когда Вот когда народ, значит, ест мед ложками, да А мед это у нас химический сахар С точки зрения химии, там, формул Это у нас сахар Это все нормально Когда, значит, народ ест активно вместо сахара Финики, инжир Вот Это, блин, другое Это они не сахар едят Когда они, понимаете ли, пьют с утра достаточно много неразведенного Сока цитрусовых, апельсинового, например Это тоже все нормально Здоровый образ жизни называется Когда, блин, у Василия Андреевича все это дело в руках Из коробки Вай-вай-вай Сразу тихий страх и ужас Когда спрашиваешь, типа, а что такого Так сахар же так много сахара Поймите, ребятки Сахар, это штука такая Он иногда тоже нужен Да, надо знать просто, когда К примеру Вот Когда надо быстренько поддержать сил Да Это подходит Это в самый раз Вот Особенно, когда Необходимый Вот уже все В общем-то Немножко уставше Надо поддержать силы Именно у мозгов А мозги питаются Исключительно глюкозой Вот И поэтому Самый простой Это сок Вот Глюкозы Там достаточно Но в пакетированных соках Самое основное Это Наличие крахмала Раз Вот И второе Наличие консервантов Вот это вот Самое основное Это если сок хороший Более-менее там Как качественный Производитель-то А вот А дешманские соки Типа, которые Совсем не добрые Вот Хотя называются Строго наоборот Вот там как раз таки Консервант Вода Сахар Значит подкислитель Куча всяких Значит примочек Для цвета Запаха И так далее И это на самом деле Соком-то не является Как раз таки Понятно, да? Вот Вот в чем Дело-то Это надо как бы Понимать Немножко Разбирать Не надо все это Хозяйство Обобщать Значит Да Моментик Значит еще один вопрос Пришел Как раз Сегодня вышло видео У меня Как раз сегодня У меня вышло видео Поведение организма На жаре На экстремальной жаре Вот Кстати посмотрите Ну Чисто так Для себя Вот Для интересу Человек спрашивает Сравнение Сравнительные Характеристики Между Голоданием 30-суточным И моим курсом Детоксикации Вот честно говоря Блин Прям вопрос В ступор поставил Потому что Это все Вот разное Действительно По полной программе Голодание Голодание Там По большому счету 20 суток 30 суток 40 суток Да Оно Как сказать Ставит организм В первую очередь В критическую ситуацию И ее заставляет Включать Резервные источники Энергообеспечения Вот Раз Второе Заставляет организм Выскребать Из-за кормов Все Особенно Когда человек Голодает Первые разы Там Первые Ну полное голодание Там Один Первый Раз Два Вот Заставляет Выскребать Практически Все Из-за Кормов И соответственно Вместе с этим Выскребается В том числе Значит Куча токсинов Понимаете То есть Детоксикация Во время голодания На самом деле Это побочный эффект Детоксикация Во время голодания Это побочный эффект Вот Первую очередь Раз Там организм Ставится Как сказать Вот Это именно Что Голодание Оно Именно Его надо Называть Лечебным Голоданием Вот эти длительные голодания Это лечебное голодание Там Меняется Биохимия У организма Соответственно В таких условиях Очень многие Болячки Просто не могут Существовать Ну потому что Биохимия Другая Им блин Все Место здесь Не осталось Вот Понимаете Да А Соответственно Детоксикация Она Проходит С целью Вывести Организм К более Менее Физиологической Норме Вот То есть Она Не ставит С собой Задачу Включить Резервные Источники Энерго Обеспечения Она не ставит Задачу С собой Значит Поменять Биохимию Вот В организме Полностью Там Именно Что Спокойненько Аккуратненько Почистить Организм Выкинуть То что Там Залежалось В кишечнике Там Образуются Эти каловые Камни Например Легко Не принужден Вот это Хозяйство Вывести Например Почистить Там Печень Немножко Желочная Немножко Почистить Вот И это Все Рассчитано Скажем Так На Практически Здорового Человека Что называется Вот Изначально То То есть Это Не рассчитано Изначально Лечить Что-либо Это Призвано Улучшить Состояние За счет Того Что Ну Как Как Вот Вам Объяснить Это Хозяйство Ну Вот Вы Прибрались В квартире Да Провели Генеральную Уборку Все Вымыли И У вас Теперь Хорошо И Дышится Даже Как-то Легче Понимаете Ну С Организмом Примерно То же самое Вы провели Генеральную Уборку Вы Почистили Организм Выкидывали Много Ненужного Вот Но сделали Это Не Махом Ни разово Это Происходит В течение Достаточно Длительного Времени Вот Исчисляемого Месяцами За счет Этого Это Получается Достаточно Комфортно Ну Тем Не менее Несмотря На то Что Это Растянуто На Несколько Месяцев Разница Между тем Что Было Тем Что Стало Она Все Рано Чувствуется Люди Разницу Все Видят Поэтому Ну Блин Сложно Вот Это Все Хозяйство Сравнивать Вот Ну Да Так Ну А теперь Поехали По Железу Железо Железо Смотрите У Нас Железо Используется В Организме Много Где Много Для Чего В Разном Виде Оно Используется У нас В Организме Вот Давайте Начнем Даже Вот С такой Вот С точки Зрения С такой Вот Стороны Сейчас Как раз Лето Да Во многих Местах Нашей Необъятной Родины И не только Нашей А вот Начинается Жара Со всеми Отсюда Вытекающими Проблемами У Людей А вот Сегодня ночью Например Проснулся От того Что Блин Дико Водит Сирена Летит Скорая Остановилась Здесь Под окнами Вот У кого-то Был сердечный Приступ Вызвали Скорую Другие Так Не ездят Проблемы Сейчас У людей Возникают Из-за Двух Причин Первая Причина Нехватка Воды Потому Что Жарко Человек Теряет Интенсивно Влагу Через Под Дыхание А вот С другой Стороны С другой Стороны Именно За счет Того Что Количество Воды Падает Считайте Количество Вещества На массу Тобишь Токсинов Врастает Они Становятся Более Концентрированными Организм Начинает Все Это Хозяйство Пытаться Выжить Банально Это Единственное Что умеет Делать Достаточно Активно Он Все Нарвит Сжечь Чертовой Матери Сжечь Это значит Окислить Это идет Опять же С выделением Тепла При этом Все Очень Активно Расходуется Как раз Таки В этих Случаях Железо Понятненько Да Люди Начинают Терять Железо Когда Усиливаются Любые Воспалительные Процессы В организме Сразу Вырастает Такой Показатель Крови Как Соя Скорость Седания Эритроцитов Это Говорит О том Что Заряд У Эритроцитов Стал Низкий При этом Побочным Эффектом Идет Повышенная Нагрузка На Организм В плане Переработки Этого Самого Железа У нас Есть Специальный Того Орган Селезенка Который Занимается Переработкой Например Тех Самых Эритроцитов Которые Свои Отработали Да А Эритроцит Вот В том числе А гем Это у нас Здесь Железо И По большому счету Селезенка Занимается Тем Что берет То что уже Отработано Разбирает На запчасти И Раскидывает Что еще Может пригодиться По разным Органам Начинает Отправлять Чтобы Из этого Хозяйства Снова Что-то Можно было Собрать Понимаете Да Это химические Вещества Там Такое Понятие Как Износ Практически Не Применим Вот В результате В результате Значит Этого Хозяйства Так как Идет Интенсивный Обмен Железа В организме Идет Соответственно Интенсивная Потеря Этого Самого Железа Восполнить Восполнить Самое Железо Ну Достаточно Легко С одной Стороны Если Знать Где Оно Содержится Забудьте Про Вашу Гречку Блин Нет Там Ни хрена Особенно Жареная А Если Это Зеленая Гречка Там Тем Более Ничего Нет Никого Железа Вот Неоткуда Взяться В первую Очередь Если У вас Проблемы С железом Пошли Не важно Какие Понимаете У нас Есть Три Как Минимум Три Таких Значит Общедоступных Показателя В крови По Железу Это И Гемоглобин Да Все Знают Соответственно Это У нас Ферритин А Вот Но Дело В том Что Чтобы Все Это Хозяйство Восполнить Зачастую Для того Чтобы Восполнить Гемоглобин Требуется Одно Ферритин Другое И они Между собой Как-то Мало Связаны На самом Деле Вот А может Быть Такое Что Железа В организме В принципе Это Достаточно Но Почему То Оно Плохо Усваивается Вот Здесь Хорошо А Вот Именно Для Вот Здесь Плохо Недостаточно И так Идеальным Источником Железа Для Нашего Организма Является Свежая Кровь Ну Синечно Но Факт Уже Потому Что Готовый Продукт Фактически Соответственно Если Не Кровь То Что-то Богатое Ею Например Говяжья Печень Во То есть Во многих Случаах Когда у Человека Тяжелая Анемия Рекомендуется Жрать Именно Сырую Говяжью Печень Хорошо Проверенную Значит На отсутствие Разной дряни Паразитов Вот И все это дело Со специями Есть методика Причем Медицинская методика Как употреблять Сырую печень Со специями Со специями С перцем Там И так далее Соответственно На Следующем Месте Та же Самая Печень Того Уже Приготовленная Подвергнутая Как можно Меньше По времени Температурной Обработке Вот Следующая Идет Это у нас Говядина Ну и Примерно На том же Самом Уровне С говядиной У нас Стоит Примерно Гранатовый Сок Гранатовым Соком У нас Нынче Бяда Вот Уж не знаю Турки Повлияли На Азербайджанцев Или Еще Кто На них Повлиял Жаждать Денег Там Но Блин Найти Сейчас Нормальный Меняемый Гранатовый Сок Блин Сложно Поэтому Берем Гранаты Выжимаем Из них Банально Сок Гранатовый Вот У нас Железо Усваивается В присутствии Практически Всех Аминокислот Любых Практически Аминокислот И Практически В присутствии Ну Почти Всех Витаминов Кроме Жирорастворимых Водорастворимые Витамины Практически Все Но Лучше Всего Это Происходит Присутствие Витамина С И Ребятки Смотрите Здесь Надо Помнить Один Момент Такой Есть Хорошее Такое Высказывание Одного Значит Древнего Товарища Который Сказал Подобное Лечить Подобным Подобное Лечить Подобным Это Потом Перефразировали Клин Клином Вышибают Там И так Далее Типа Вот Температуру Надо Лечить Обливанием Ледяной Водой Нет Это Не к этому Относится Подобное Лечить Подобным Относится Если у вас Есть проблемы С сердцем То надо Употреблять В пищу Сердце Если есть Проблемы С почками Значит Почки В пищу Употреблять Вот И так Далее Понятно Да Соответственно Если у вас Есть Проблемки С Анемией Которая Очень хорошо Проявляется В жару Сейчас То Первое Надо Пить Водички Побольше Раз И Второе Значит Не Не кровь Не кровью Питаться Значит Ближних Своей А У нас Есть Подобие Крови Это Всем Известный Хлорофилл Вот Про хлорофилл Я рассказывал Значит Уже Давным Давным Давно Да Здравствуйте Маша Вот С тех пор Значит Все это Хозяйство Переврали Теперь мне Такие ужасы Рассказывают Про Хролофилл Хлорофилл Да Хролофилл Уже Вот Так Все это Дело Перевирают Причем Приходя Именно Мне Рассказывают Типа Василий Андреевич А вы Знаете Что Ну Блин Нет То что мне Рассказывают Я Не знал Блин Моя Фантазия Как Сказать Не Настолько Богатая Чтобы Так Бредить Некачественно Вот Хлорофилл Зеленый Потому что Это Окись Магния Понимаете Окись Магния Во всем Остальном Вот Хлорофилл И Гем Они Идентичны Кроме Того Что Гем Это у нас Окись Железа А хлорофилл Это у нас Окись Магния Все Во всем Остальном Они Абсолютно Идентичны Поэтому У нас Значит Задача Чтобы У нас Вот этот Вот Самый Магнит Хлорофилл Сработал Не просто Хлорофилл Жрать Он Дорогой Собака Блин Бадовцы Им торгуют Дома Себе На этом Покупают На островах И так далее Но На самом То Деле Господи Вы Пошли Куда Угодно В лес На рынок Там К соседу В огород Залезли В конце концов Зелени Надрали Ну вот Вам Хлорофилл Ну вот Вам Хлорофилл Если вам Надо В чистом виде Все это Хозяйство Сок Зеленый Ну прогоните Через мясорубку В конце концов Кто же Вам мешает Отожмите Вы этот Сок В конце Концов Но если Так Вот Ну очень Хочется Блин Это В любом Случай Будет Дешевле Значит Но Вам Чтобы Получить Гемоглобин Из хлорофилла Вам требуется Все таки В наличии Железа Окислить Вы его Всегда успеете Вот Вам требуется Соответственно Витамин С Так И Вам требуется Медь Так Медь у нас Работает Катализатором Вот В присутствии Меди Как раз таки Вот этот Окись магния Меняется На окись железа Чтобы Было Че на че Менять Надо Чтобы Это Че на че Было Вообще Присутствовало Рядом Вот Не разнесенная Там На пару недель Сегодня я Меди Поел То бишь Свеклы Через две Недели Я значит Там Железо Поел Мясо Вот А еще Через две Недели Значит Я все Дело Травкой Закусил Зеленый Вот А что-то Аниме Нифига Не проходит Ну Надо Все Дело Собирать Во-первых В кучку Вот Чтобы Это Все Присутствовало В одно И то же Время В одном И том же Процесс Соединения Различных Химических Веществ Соединений Процесс Проведения Химических Реакций Получения Результатов Этих самых Реакций Для нашего Организма Называется Кулинария Блин Ребят Не ядерная Физика Кулинария Запишите себе Понимаете Если вы Соединяете Значит Проводите Химическую Реакцию Да И вы Соединяете Медь Вы Соединяете Окись Магния Вот Вы Добавляете Витамин С То В народе Это Называется Салат Сделать Понятно Да А к этому Салатику Уже Соответственно Мясо Добавить И Лучше Всего Значит Если Это Будет Там Стейк Говяжий На углях Понятно Да Ну Собственно Все Это Кулинария Ребят Это Кулинария Почему То Все Думают Что Кулинария Это Что Отдельно А Вот Эти Вот Все Вещи Значит Смешивание Смешивание Там Вот Этих Всех Веществ Значит Добавление Катализатора Это Что-то Вообще Отдельное Нет Ребят Это Оно Далеко Далеко Ушли От Природы Что Перестали Понимать Одну Простую Вещь Ты То Что Ты Ешь Ну Это Ж Блин Даже Вот Поговорки Говорит Ты То Что Ты Ешь Ты Не То Че У Те Не То Че У Не Того Не Хватает Или Того Не Хватает Ну Так Начнет Есть В конце Концов Понимаете Штука В чем Все Ведь Очень Просто На самом деле Очень Просто На самом деле Витамин С У нас Природе Присутствует Практически Везде Во всех Продуктах Практически Везде Вопрос Отдельный Что Где-то Этого Много Где-то Этого Мало В лимоне Сразу Скажу В лимоне Мало Витамина С Понимаете Витамин С Это У нас Аскорбиновая Кислота А лимон Это У нас Лимонная Кислота Блин Всего Навсего Лимонная Не Аскорбиновая Лимонная Наверное Это Как сказать Малообразованные Идиоты Блин Путались Глядя Вот тут Дроже Витамин С И оно Такое Желтенькое На Лимончики Похоже И такое Кисленькое А тут Лимоны Такие же Кисленькие Такие же Желтенькие Ну Вот У человека Видимо В голове Соединилось И он Начал Бегать Всем Орать А так Как Шизофрения Штука Заразная Все Остальные Начали Бегать Орать Блин Витамин С Это Лимоны С Хрена Баня Упала Не Понятно На самом Деле Чемпион По Витамину С Это Черная Сморогина Это Чемпион По Витамину С Рядом С Ней Рядом С Ней Находятся Репчатый Лук Вот И Квашеная Капуста Не Соленая А Квашеная Блин Капуста Понятно Да Разница Достаточно Большая Соленая Капуста Это Когда Блин Капусту Пересыпают Солью Потом Жамкают Потом Оставляют Она Выделяет Сок И так Далее А Квашеная Капуста Это Когда Уложили Капусту Можно Добавить Водички Чутка Сверху Придавили Все это Хозяйство И оставили Никакой соли Там Не требуется Просто Квашеная Капуста Собственно Все Вот Ну сейчас И в квашеную Добавляют Соль Чтобы Процесс Шел Быстрее Вот И Не всем Нравится Вот эта Плесень Которая Сверху Образуется На самом деле Она Безвредная Ям Вот Как-то так Собственно И Да Значит Опять же На тему Витамина С И На тему Рас Значит Смотрите У Негроидной Расы Значит Витамин С Синтезируется В организме У Европеоидной У Прочих Я Мы В состоянии Витамин С Получать Только Извне Сами Мы его Синтезировать Увы Не можем Понятно Да Значит Дальше Чтобы Было Понятно Вот Вы Когда Траву Берете Да Она Вот Зеленая Там Да Этот самый Хлорофилм А вот Когда Листья У вас На Дереве Блин Пожелтели Это Произошло Преобразование Этого Самого Хлорофила В Каротин Каротин Дает Как раз Таки Вот Эти Цвета Желтый Красный Понятно Да Поэтому У нас Листья Желтые Красные Поэтому У нас Из-за Этого Морковка Желтая Свекла Красная Вот Ну Свекла Она Там Красная Плюс Еще Потому Что Там Медь Присутствует Вот Немножко Поэтому Она Так Чуть Отливает В сторону У меня Как это Свекольный Цвет У нас Чуть Чуть С фиолетовым Да То есть Он Чуть Красный С синим Вот Потому Что Как раз Окись Меди И будет Вот Этот Синий Цвет Но При этом Всем Медный Купорос Жрать Не Надо Это Я Понятно Да Вот Как то Так Голодать При отсутствии Желчного Пузыря Можно Если На то Пошло Вот Поэтому Смотрите И имейте Ввиду Что С Вот С этим Железом У нас Происходит Непосредственно В жару Заметьте Подобные Же Вещи Начинают Происходить Зимой Когда Очень Сухо Точно Так Же Человек Начинает Из-за Морозов Например Где Морозы Становятся Очень Сухо Человек Точно Так Же Начинает Терять Много Воды И У него Соответственно Количество Воды Падает А количество Токсинов Относительно Воды Начинает Расти Ну Моль Вещества Начинает Расти Понимаете Вот Поэтому Тут тоже Есть Такая Прямая Зависимость Опять же Говорят Кровь Становится Густая Ну Блин Воды Просто Мало Воду Надо Пить Воду Надо Пить Пить Надо Много Но Не водки А воды Вот Яснень Года Значит Беременным Хорошо Восполнять Гранатовым Соком Нехватку Железа Вот Опять же Мясом Говядиной Стейком На самом деле Еще Ничего Не придумано Лучше Чем Гриль Я имею Ввиду Как место Для Приготовления Еды Гриль Угольный Гриль То есть Это То же Самое Фактически Что Мангал Только С крышкой Вот Все Пища У нас Готовится Значит Тремя Способами Это У нас Первое Контактный Способ Вот Это У нас Конвекционный Способ Вот И Третье Это У нас Непосредственно Значит Воздействие Жара То есть Инфракрасного Излучения Вот Контактный Способ Это Когда мы Жарим На сковородке Когда мы Варим Все Это Хозяйство В кастрюле Конвекционный Ну это Понятно Значит Именно В потоках Горячего Воздуха Вот Раскаленного Воздуха Все Это Хозяйство Значит Жарится Готовится И Соответственно Значит Вот Когда мы Делаем Шашлыки Да Там У нас Присутствует Непосредственно Прямое Излучение Инфракрасное Красное Инфракрасное Излучение Вот А в гриле Соединяются Все То есть Решетка Гриля Это у нас Контактная Часть Конвекция Там Присутствует В этом Гриле По полной Программе Циркуляция Воздуха Вот И плюс Прямое Излучение Все Это Получается Идеальное Приготовление При этом Значит Приготовление Идеальное Не только Мясо Но и Всего Остального То есть Там можно Готовить Шугун Вот Вопрос Второй Что все Эти вещи Блин Стоит Как Чугунный Мост Да Ну Совершенно Негуманные Деньги Даже Все Это Хозяйство Переносное Вот Если Гемоглобин Зашкаливает Заходит За верх Необщем Принятую Норму Ну и Хрен С ним Пусть Заходит Зачем Снижать Вопрос Второй Что У вас От этого Значит Происходит Как Сказать Разные Нехорошие Вещи Да Ну Ну Такое Обычно Бывает Крайне 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 Редко Вот Обычно Гемоглобин Высокий И А человек Чувствует Себя Прекрасно Чувствует Себя Прекрасно Ну и Хорошо Вот Там Да В это самое С железом Оно у нас Идет Двух-трех валентное В природе Вот Америкосы Добились Шести Получения Шести валентного Железа Очень гордились Этим Аферран Это у нас Девяти Двенадцати Валентное Железо Как смотреть Как считать Вот Поэтому Да Ферран Значительно Эффективнее Значит При этом Всем Есть Препарат Ферран Который Используется В Ветеринарии Вот Там По-моему Трех валентное Железо Идет То есть Грубо говоря Принцип Примерно Тот же Сам Но Блин На уровне Плинтуса И да Он точно Так же Используется При онкологии У животных При лечении Онкологии Понятно Да Вот Поэтому Да При повышении Валентности Железа Да Эффективность Будет выше Но Опять же Надо понимать Что Зачем Почему И так далее Надо понимать Что Вот Эти Вот Все Вещи Они Должны Рассматриваться С точки зрения Именно Экстремальных Моментов То есть Если у вас Появилась Необходимость Вот в таких Препаратах Это говорит о том Что вы как-то Жили Последнее время Видимо Неправильно И вот Это неправильный Образ жизни Вас привел Вот к таким Результатам Последствиям Нехорошим Понятно Да Организм Он должен Справляться Сам Полностью Ну При условии Если Вы будете Ему давать Все Что ему Требуется То есть Если вы Ему будете Поставлять Все Те Самые Материалы Которые Ему Нужны Ну Проблем То Собственно Там И Не Возникнет Ясненько Да Вот Не Должно Возникать Во всяком Случае Вот Поэтому Поэтому Как-то Меня тут Давить Значит Спросили Интервьюировали Значит И спросили А как Горит вас Представлять Как вас Позиционировать И Что-то Я задумался Блин Я не являюсь Лекарем Я не являюсь Врачом Там Целителем Каким-то И так далее И наверное Ближе всего Мне Как сказать Специалист По здоровому Образу Жизни Потому Что Я никого Не лечу Вот На самом То Деле Я не Занимаюсь Болезнями Вот Я Занимаюсь Состоянием Организма Просто Напросто Да При помощи Определенных Нехитрых Так сказать Манипуляций Мы Заставляем Организм Самостоятельно Справляться Со всем Что там Не так Ясненько Да Вот Именно Поэтому В этом Принципиальное Отличие От того Что делают Значит Врачи И делаю Я Врачи Борются Борются С болезнью Вот Я Занимаюсь Причиной Все Всего Навсего Ясненько Да Ну вот Хотел Вопрос Задать Сейчас Активно Поднимается Тема Периодического Голодания Значит Смотрите Дело в том Что Тема Голодания Она На самом Деле Абсолютно Не нова Ей Многие Тысячи Лет То есть Как существует Человечество Так собственно Существует И тема Голодания Именно Лечебного Голодания В первую очередь Здоровительного Голодания В Древней Греции Например Для того Чтобы ученика Приняли к мастеру В обучении Етам Ну Далеко Ходить Не будем Пифагор Принимал К себе Учеников Только При одном Условии Если ученик Перед этим Будет Голодать 40 суток Только После 40 Суточного Голодания Пифагор Принимал К себе Учеников Потому Что Это А Воля Б Чувак Будет Гарантированно Блин Здоровый Вот Потому Что Больной Человек Неадекватен Соответственно Здоровый Человек Будет Адекватен Полностью И После Этого Он Будет Восприимчив Собственно К Знаниям Понятно Да Вот Очень Активно Пиарилась Эта Тема В Конце 18 В Конце 19 Начале 20 Века Значит Пансионаты Целые Были Где Было Значит Лечебное Голодание В Основе Вот Сейчас Это Все Хозяйство Снова Поднимается Очередная Волна Вот Ну Да Я К этому Отношусь Положительно Ради Бога Единственное Что Голодать Надо Просто Правильно Надо Понимать Что Это Такое Чисто Принципиально Вот Как Это Происходит Что Там Происходит В Организме Я В Самом Начале Стрима Рассказал Об Этому Вот Собственно Все А дальше Вперед Только В путь Самый Дешевый Способ Поправить Свои Проблемы Со Здоровьем Вот В смысле С теми Людьми Не Сталкивался В том Числе У которых Был Гемоглобин Повышен И Что-то Из-за Этого Было Плохое Один Человек Был Но Там Ну Типа Густая Кровь Густая Кровь После Того Человек Пить Начал Достаточно Проблем Снялась Все Собственно Вот Ясненько Да Как-то Так В принципе Все Что я Хотел Рассказать По Железу Я Рассказал Можно К этому Добавить Только Одну Простую Вещь Значит Когда Я Говорю Органическое Неорганическое Я не имею Ввиду Раздел Химии Я Не имею Ввиду Классификацию Элементов Периодической Таблицы Менделеева Я имею Ввиду Что Вот Этот Элемент Он Может Быть Напрямую Непосредственно Усвоен Организмом Или Нет Понятно Да Вот Всего Навсего А то Некоторые Пытаются Меня там Уличать Дезнание Химии Нет Здесь Просто Напросто Разная Терминология Идет Если Вы Возьмете Значит Надфиль Напильник Наделаете Себе Железной Стружки Вот Будете Есть Ее Ложками Ну Гемоглобин У вас От этого Не поднимется Один Ненормальный Съел Свой Велосипед По кусочкам Также Напильником Он Все Это Хозяйство Точил И Ел Или Там Маленькие Кусочки Значит Отпиливал И все Это Дело Проглатывал Банально Врачи Смотрели За Его Состояние Им Тоже Было Соответственно Интересно Ну Господи Такой Кадр Попался Тут Все Специалисты Сразу Гематологи Значит Приезжали Психологи Психиатры Вот Посмотреть Че Чуваком Будет Нет У него С железом Было Все Нормально Вот Понимаете Просто Это Железо Не Усваивалось У него От Слово Совсем Вот Потому Что Оно Должно Быть В виде Микроэлементов Раз Второе Оно Должно Быть Соединено С Чем Нибудь Еще Вот То есть С тем Же Витамином С Присутствие Витамина С Должно Быть Рядом Даже У нас Все Так Кислота Вот Железо Окисленное Вот Этим Вот Хозяйством Оно Уже Уже Может Быть Усвоено Понятно Да Вот При этом Аминокислота Там Совершенно Не Обязательно Вот Железо У нас Да Такой Элемент Где Для его Усвоения Совершенно Не Обязательно Наличие Аминокислоты Например Но Все Таки Желательно Все Таки Желательно Так Дети Четыре года Часто Болеют Кашель Сопли Подскажите Что Нибудь Ради Бога Есть Такой Сайт Лев Бульдозер Точка Ру Это Мой Сайт Там Материалов По этому Поводу Во Все Что Угодно Собственно Начиная С Материалом По Дегельминтизации Описание Самого Курса Как Раз Описывает Все Вот Эти Проблемы Собственно Да Какой Вид Прививки Будет Лучше Или Они Все Одинаковые Лишь Разница В Названии Вид Прививки Какой Вы Сейчас О чем Прививки От Чего И Да Сортах Дерьма Я Не Разбираюсь Я Уже Говорил И Даже Разбираться Нет Желания Препарат Чуть Чуть Нет Он Не Поднимает Гемоглобин Он Не Занимается Гемоглобином Понимаете Препарат Чуть Чуть Поднимает Ваш Иммунитет Он Так как Он Является Ферран Содержащим Он Обеспечивает Эритроциты Энергии В первую Очередь Соответственно Травный Состав Он Обеспечивает Работу С Паразитозами Например А так Он Нет Гемоглобин Он Не Поднимает 16 Часов Голодания 8 Часов На Прием Пищи Блин Вон Рот Загоняется Час Слово Я Обычно Живу Именно В таком Режиме Встал Выпил Кофе Без Нифига Обычно Часов 5 С 5 До 7 А М Ну В смысле Я Ем Раз Я Ем Я Существую Да Все Это Наверное У меня Вот И есть Это Самое Голодание Так Надо Начать Смотреть Видео С Дегумитизацией Нет Читать Материалы На Сайте Очень Много Материалов Именно В Текстовом Варианте И Соответственно Даже При Одном И Том Же Названии Текстовые Материалы И Видеоматериалы Они Не Дублируют Друг Друга Это Как Сказать Да Тема Одна Но В одном Материале Об одном В другом По другому Рассказано С другими Подробностями Деталями И так далее Поэтому Там Надо Изучать Вот Пшеница Тоже Содержит Медь Можно Использовать Хлеб Вместо Салата Нет Там Меди Мало Меди Там Мало Хотим Пробовать Ваш Ферран Для Решения Проблемы С Рассеянным Склерозом Поможет Или Не Стоит Ли Попробовать Значит Смотрите Штука Какая Ну Во-первых Ферран Он Не Мой А Вот Не Я Изобрел Вот Я Единственное Что Говорю О То Что Существует Такой Препарат Который Прекрасно Работает В определенных Случах Рассказываю В каких Значит Проблемы С рассеянным Склерозом Отдельно Ферраном Не решаются Я Работал С Рассеянным Склерозом Вот И там Как раз Таки Получилось Отдельно Значит Без Феррана Отдельно Значит Только С Ферраном И Соответственно Все это Хозяйство В кучке Когда Вот Когда Все В кучке Тогда Не вопрос Рассеянный Склероз Лечится Когда По отдельности Ферран Чутка Помогает Вот Да Состояние Улучшается Потом Чуть Чуть Ухудшается Но Есть Определенный Предел Улучшений Только На Ферран То есть Это требуется Полный Курс Что я Называю Там Надо Вычищать Полностью Организм Вот И все Это Хозяйство Проходить Этот Полный Курс В Как Сказать С Участием Феррана Вот Тогда Результат Тогда Результат Так Эритроциты Подвижные В крови Следовательно Значит Железо В норме У Эритроцитов Нет Ни весел Ни Других Средств Чтобы Там Грести Они Плывут С потоком Плазмы Понимаете Они Плывут С потоком Плазмы Единственное Они Ориентированы Относительно Силовых Полей Нашей Планеты Вот Строго Ориентированы Все Если Эритроциты Собираются В Монетные Столбики Вот То есть Они Должны Быть В идеале Все Эритроциты Должны Быть Порознью Друг От Дружки Чем Быстрее Они Начинают Собираться В Монетные Столбики Тем Значит Меньше У них Энергии Присутствует У каждого В Отдельности Вот И Вот Этот Параметр СОИ Говорит О том Что в организме Присутствует Где-то Воспалительный Процесс Собственно Все В домашних Условиях Под микроскопом Вы так Толком Все эти Вещи Не Распознаете Вот Неужели Наконец-то Вас Заметили Нет Там Есть Желание У людей Что-то Снять Со мной Но Как Как в том Тосте Понимаете Давайте Выпьем За то Чтобы Наши Желания Совпадали С нашими Возможностями Или Наши Возможности Совпадали С желаниями Вот У них Желания Есть Возможности Пока Нет Да Как-то Так Поэтому Так Предварительно Пообщались Собственным Пока На этом Хозяйство Закончено Как-то Так С пшеницей Да С пшеницей Очень Интересно У нас Практически Все Растения Земные Являются В первую Очередь Носителями Железа Вот В первую Очередь Являются Носителями Железа Но Есть Некоторые Растения Которые Явно Модифицированы Специально Вот И Скажем так В чьих Интересах Это все Хозяйство Было Сделано Тоже Не Совсем Понятно Вот У нас Есть Египет Который Где Явно Присутствовала Какая-то Высокоразвитая Цивилизация Да Может быть Даже Не Совсем Земная Этой Цивилизации Порядка 12 Тысяч Лет Как На Сегодняшний День Установлено При этом Все Уже Косвенно Установлено Что Таки Да Эта Цивилизация Имела Возможность Выходить В космос Или Она Прилетала Сюда Из космоса Вот Ученые Уже Установили Что Все Эти Пирамиды Являются Энергостанциями Не Электростанциями Энергостанциями Вот Они Стоят На Разломах Как Раз Таки То Есть Там Получается Подвижные Вот Эти Вот Края Да То Есть Идет Разлом И Края Естественно Получаются Подвижные Друг Относительно Друга Вот На этом Всем Хозяйстве Стоит Соответственно Пирамида Блоки Заметьте Содержат Там Слюду Состояние Вырабатывать Энергию Пирамида В состоянии Аккумулировать Энергию Выдавать Ее Вот То есть Это Это уже Научно Установлено Научный Факт И Как сказать Как раз таки Пшеница У нас Пошла Непосредственно Из Египта При этом Вот То что Египтян Или на тот момент Коптов Научили Значит Пшеницу Выращивать Это Научный Факт Откуда Пшеница Взялась Вообще Никто Не Объясняет Пшеница На земле Существует В диком Виде Но Там Очень Маленькие Колоски И Очень Маленькие Зернышки Там У дикой Пшеницы Порядка 4-6 Зернышек В колоске И они Размером Примерно Смаковые Даже Чуть Меньше Ну Блин Кому Придет В голову Что Из этого Хозяйства Можно Получить Вот такой Колос Как Сейчас Здорово С такими Крупными Зернами Понимаете Штука В чем То есть Кто-то Это хозяйство Взял Модифицировал А Потом Научил Людей Все Это Дело Обрабатывать Вращивать Дал Орудие Труда Под Это Все Хозяйство Конкретно Вот Научил Хранить Создал Кошек Для борьбы С мышцами Потому Потому Что В Египте Там Как Раз Таки Вот Все Той Живности Которая Есть У Нас Например Здесь Средней Полоте Нет У Нас Здесь Лисы У Нас Здесь Ужи Ежи Хорьки Значит Там Вот Эти Вот Все Куньи Да Включая Белок Белки Тоже Мышей Едят Кстати Говоря Если Кто Не Вкурс Понимаете Да А Вот В Египте Там Как Раз Таки С Этим Хозяйством Проблема И Такое Впечатление Что Кошек Там Конкретно Создали Под Эти Самые Задачи Под Выращивание Пшеницы При Этим Пшеница Для Человека Мало Того Что Бесполезна Она Еще И Вредна Пшеница Пшеничный Хлеб Для Человека Вреден Пшеничный Белок Для Человека Вреден И При Этим Все Пшеница Содержит Не Железо А Мед То Есть Пшеница Нужна Существам С Немножко Другой Биохимии Ферштанден Вот Как-то Так Такие Вот Интересные Моментики У нас Тут Присутствуют Наверное Следующий Стрим Мы будем Проводить Как раз Таки По травам В том числе Там Лекарственным Травам И так Дали Плавно Мы туда Сейчас Как раз Переходим Как здоровье Николая Геннадьевича Что-то Он пока На стримах Не появляется Появляется Сейчас Он Стрим Ведет Ну В смысле Рассказываю Я Он Модерирует Все Это Хозяйство Нормально У него Здоровье Николая Геннадьевича Бегает Как Этот Как Лошадь Вот Ремонтом Занимается Вовсю Так что Все Хорошо У него Вот Как Тут Так Кстати Говорят С Моисом Табиш С Кукурузой У нас Примерно Подобная Картина Подобная Картина Как С Пшеницей В Дикой Природе Кукуруза Она Имеет Маненькие Такие Початочки И Тоже Это Надо Обладать Было Ну Очень Богатой Фантазией Для того Чтобы Вот Из того Что было Получить То Что Есть Сейчас Вот Эту Нынешнюю Кукурузу Которую Мы знаем С такими Початками Здоровыми Значит Там Крупные Зерна Их Много Вот И так Далее Понятно Да При этом Все При этом Все Кукуруза Она Вот Для Птичек Еще Ну Куда Не шло Кормить Кукурузой Птиц В принципе Нормально Учитывая Их Биохимию Им Это Нормально Жрать Маис Кукурузу Людям Ну Блин Она Пустая Кукурузная Каша Она Пустая Ну Блин Сейчас Вот Это Все Есть Ну Пробуешь Есть Ну Блин Ну Оно С одной Сторон Уже Не Лезет А С другой Сторон Ты Все Еще Голодный То Есть Организму Категорически Не Хватает Но При Этом Если Мы Скажем Так Заинтересуемся Микроэлементом Составом Этой Кукурузы Да Мы Найдем Очень Много Интересного Если Пшеница Это У нас Медги То Кукуруза Это У нас Золото Если Вы Ребята Не В курсе Есть Промышленные Технологии Получения Добычи Золота Из Кукурузного Зерна Единственное Что Скажем Так Технологии Есть Они Массово Не Используются Ну Просто Потому Что Добывать Золото Обычным Способом Значительно Дешевле Получается Эффективнее Вот Ну а Если Что Технология Получения Добычи Золота Из Кукурузного Зерна Есть Понятно Да Со Всех Остальных Точек Зрения Кукурузное Зерно Пустое Крахмал Дофига Микроэлементов Аминокислот Вот Ясенька Да По обливанию Холодной Водой Я могу Ответить Умеючи Очень Полезно Я тоже Могу Ответить Значит Обливание Холодной Водой Это Поддержание Организма В экстремальном Состоянии Организм Должен У нас Функционировать Быть Здоровым Без Дополнительных Усилий Кроме Питания Ясно Да Если вы Прикладываете Дополнительные Усилия По поддержанию Организма В состоянии Здоровья Значит У вас Есть Проблем И Это Не важно Таблеточку Вы ему Подсовываете Вот Или Значит Обливаете Его Холодной Водой То есть Взбадриваете Тонизируете Заставляете Вырабатывать Адреналин Ясненько Да Вот Есть Физиологически Чисто Нормы Моменты Это У нас Движение Это У нас Питание Вот Этого Должно Быть Достаточно Для Поддержания Организма В здоровом Состоянии Ясно Да Все Остальное Это Блин Таблетка В том Или ином Виде Все Вот К этому Надо Стремиться Так Почему При приеме Перцовой Настойки Вены Наоборот Краснеют Начинают Поболевать Не знаю Нужны Подробности Нужны Подробности Может быть Это Как сказать Именно Ваша Такая Индивидуальная Реакция На все Это Хозяйство Очень Может Быть Потому Что Больше Мне Никто О таком Не писал Не говорил Какие Кругы Будут Полезнее Всего Горох Это У нас Не Крупа Еще Раз Объясняю В очередной Раз Смотрите Вот Что Ваш Организм Сейчас Хочет То Вам Сейчас И Полезно Понимаете Или Нет Вот Что Именно Сейчас Хочет Организм То Ему Сейчас И Полезно Мне Иногда Хочется Мамалыги Ну Блин Значит Пошел Взял Этой Крупы Кукурузной Сварил Себе Мамалыгу Бывает Причем Мамалыга Мне Значит Мамалыги Мне Хочется Вот Такое А бывает Значит Что С сыром Мне Хочется Там По Абхазски Этой Мамалыги Блин Когда Значит С молоком А когда Блин Соленый С зеленью А когда Просто Тупо Пресная Мамалыга Блин Кукурузная Крупа Без нихрена На воде И Сильно Соленая Значит Очень Перченая Значит Сильно Жареная Мясо Жирное Понимаете Ну Вот Че там Организму Надо Я даже Не заморачиваюсь Че ему Надо Он Хочет На Получи Главное Чтоб Черной Икры Не Хотел Вот Все Остальное Пофигу Понятно Да Поэтому Рассказ Говорить О том Какая Крупа Полезнее Полезнее Чего Полезнее В чем Сегодня Блин Полба Например Ради Бога А завтра Блин Макароны А потом Блин Гречка Сильно Разваренная На воде Как для Солдат Понимаете Это Строго Потребности Организма Все Поэтому Говорить Чего Там Полезнее Нельзя Просто Нельзя Принципиально Нельзя Вот Какую Женщину Лучше Любить Рыжую Или Блондинку Или Брюнетку Ну Наверное Ту Которая Блин Меньше Всего Ворчит Ругается Да А так Вообще Пофигу Или Там Главное Чтобы Глаз Радовался Остальное Вообще По Барабану Ну Так Вот Но Если Вокруг Будут Одни Брюнетки Блин Будет Грустно Иногда Для разнообразия Хочется на рыжих Посмотреть На блондинок О Глаз Радуется Все Отвлекся С едой Все То же Самое Сперматозоиды В матке Прожить Несколько Дней Нет Не Могут Их Микрофлора Съедает У них Нет Такого Запаса Энергии У сперматозоидов Запасы Энергии Там Буквально Что-то На Сколько Это Минут В пределах Получаса Потом Все Уже Погибает Вот Так что Плодотворение Происходит Достаточно Быстро Это Сопровождается Мощными Как сказать Энергетическими Процессами Которые Женщина Чувствует И Мужик В состоянии Почувствовать А если ему Рассказывают Что Блин Ой Вот Несколько Дней И потом Я забеременела Блин А где-то Там Блин Можно Добывать Пантокрин Из чьих Торогов Вот Как-то Так Холодная Вода Сжимает Клеточки Открывает Поры Между Ними Чё Блин Вы Сами Поняли Че Сейчас Сказали Вы Чё Губка Что Ли Как Организм По-вашему Устроен Поры То Что Называют Порами Это Выход На Поверхность Кожи Железы Пот Жировых Железы Понятно И Да Поры В этом Случае Закрываются Поэтому После Бани Надо Попарился Самое Последнее Действие Это Блин Вышел Из Парилки Укрылся Тепло И Ушел На Печку Остывать А Не Облился Холодной Водой Пошел Чтобы Поры Остались Открытыми Как раз Таки Вот Эти Вот Подожировые Железы Потому Что Если Блин Облился Холодной Водой Учинил Себе Спазм Вот Этих Вот Всех Поверхностных Вещей Со Семь Отсюда Вытекающими Проблемами Блин Ну Вот Вы Так Ладушки Все Заканчиваю Я Стрим Телефон У меня Уже Садится Вот Всем спасибо Что пришли До следующих Встреч Еще раз Сегодня у меня Вышло Видео На тему Поведения Организма При экстремальной Жаре Посмотрите Его Подумайте Вот Всем спасибо Кто пришел Всем пока А я на природу Поехал Субтитры